Всем привет! В этом видео я расскажу историю Дрима и Найтмара, двух братьев, которые защищали Дерево Чувств. Давным-давно, когда формирование вселенных находилось на начальной стадии, мы уже знали о существовании трех жизненно важных деревьев для каждого существа в любой вселенной. Древо Жизни, Древо Магии и Древо Чувств. Они были жизненно важны для существования мультивселенных, и каждая из них находилась в других вселенных, защищенные своими собственными стражниками. Это история сказки грез, вселенной, где живо Древо Чувств, плодами которого были яблоки, наполовину черные, наполовину золотые. Черные хранят негативные чувства, ненависть, обиду, страх, депрессию, гнев. В то время как золотые хранят положительные чувства, счастье, надежду, благородство, энтузиазм, веру, честь. У Дрим Тейл было Древо Чувств, что создавало отрицательные и положительные чувства, которые отправлялись в каждую вселенную, чтобы жизнь могла естественным образом продолжать существовать. Без него ни одно другое существо не могло бы ничего чувствовать, и все были как зомби, без каких-либо эмоций. Вот почему это дерево так важно, и вот почему оно священно. Тем не менее, были и те, кто получил больше негативных чувств, чем должны были, и они намеревались повредить дерево, чтобы получить золотые яблоки. Они не только обладали силой, но и харизмой, чтобы заставлять других выполнять их любые приказы, не принимая риска неудачи, даже если требуется убить кого-то. Один из таких нехороших существ сумел жестоко ранить Стражницу Дерева, чья жизнь была связана с самим Деревом, а это означало, что если она умрет, то и Дерево умрет вместе с ней. Стражница убила агрессора, и она начала испытывать отвращение к этому смертному существу. Ее единственный выбор, чтобы не умереть, это слиться с Деревом, и тогда она спасет ему жизнь. Но если она это сделает, у Древа не будет никакого защитника, его плоды можно будет легко украсть. Испугавшись за то, что она теряла кровь, она решила использовать магию Дерева, чтобы перенести всю положительную и отрицательную энергию, которую она могла для создания этим жизни. Два светлых существа, сотворенных из чистой положительной и отрицательной энергии. Золотым существом стал Дрим, так как он был мечтателем, а его брат, темное существо, стал Найтмар, так как он был полной противоположностью Дрима. Стражница дала им два человеческих тела, чтобы они могли забрать их, но энергии было так много, что тела начали разбухать все больше и больше, пока они не взорвались. Было очень противно. Стражница должна была думать быстро, она должна слиться воедино как можно скорее. Именно поэтому она исследовала своим разумом другие вселенные, чтобы найти какой-то сосуд, который она могла скопировать, и они бы подошли для этих опекунов. Она нашла маленький скелет во вселенной под названием Андерсваб, его звали Санс. Она поспешила и скопировала форму этого скелета в две пустые копии перед световыми энергиями, которые быстро забрали тела, наполнив их жизнью. На этот раз у энергии было много путей отхода из-за многочисленных отверстий, которые были у скелета, так что она была под контролем. Стражница, ныне мать новых стражников, слилась с деревом. У маленьких скелетов не было никого, поэтому они проводили дни, разговаривая друг с другом. Они были братьями, поэтому всегда были вместе, даже чтобы скрыть засохшее пятно крови, которое все еще оставалось на дереве. Найтмир предложил создать желтый флаг с солнцем и привязать его к дереву. Для них все было счастьем, ведь никто не подходил к дереву, но... Сказка начала обретать все больше и больше окраса. Они создали города вокруг дерева, и все изменилось к худшему. Когда крошечные скелеты были одни, они иногда слышали голос своей матери, отдаляющийся эхом, как будто она все еще была с ними. Они были вместе. Постепенно вокруг появлялись жители. Рядом с деревом строился огромный город. В связи с тем, что жители не хотели вредить дереву, городок был довольно простой, без технологий и электричества. Только земледелие. Детям нравилось ловить жуков, они иногда помогали взрослым. Люди и монстры сотрудничали, но это было как через розовые очки. В любом обществе всегда найдутся те, кто готов причинить боль другим. Найтмир всегда был не такой, как все. Он был самым серьезным. Он не любил играть и бегать, как дрим. Он предпочитал читать книги, те, которые старейшины приносили для его брата. Он читал их очень быстро. Он любил читать. Это позволяло ему избавляться от всех негативных чувств. Поскольку он состоял полностью из отрицательной энергии, много одиночества, печали и такого рода чувств вторгались в него. Но жителям не нравилось, что он был не такой, как все. Они начали говорить и шептать за его спиной. Он странный. Его имя значит что-то плохое. Он защищает плохую сторону дерева. Он наверняка злой. Одни отвлекали дрима, заманивая его в другое место, подальше, чтобы поиграть. В то время как другие пользовались этим, чтобы бросать в Найтмара камни, книги, что угодно. И говорить ему, что он странный и что никто его не любит. Конечно, были и те, кто против этого. Но они не проявляли активности, чтобы избежать этого. Дрим никогда не знал об этом. Он пытался поговорить со своим братом по поводу его синяков, которые он заметил. Но Найтмар солгал ему. Я в порядке. Я просто споткнулся. Ничего. Найтмар не намеревался обманывать дрима. Он лишь хотел защитить его. Он не хотел, чтобы его брат жаловался другим, а потом за это отомстили. Он не мог позволить своему брату чувствовать ту же боль, что и он сам. Один из самых спокойных дней в жизни Найтмара был день во время большой бури, когда все укрылись от дождя. Тогда дрим очень испугался молнией. Когда у всех было убежище, близнецы укрылись под деревом, промокнув от дождя. Это звучит странно, что два скелета могут чувствовать холод, но они не были скелетами в конце концов. Только поверхностная оболочка заставляла их выглядеть так. Та ночь была самой холодной из всех, что они помнили. Они дрожали от холода и оба промокли насквозь. Найтмар, который взял на себя роль старшего брата, встал и взял флаг, который они повесили вокруг дерева, чтобы отдать его своему брату, защищая его от дождя и говоря ему. «Не бойся, молнии, этот плащ защитит тебя от всего». Дрим держался за флаг, и слова брата были как магическое заклинание, которое придало ему сил и усмирило его страх. С тех пор он всегда использовал этот волшебный флаг как плащ, чтобы помнить волшебные слова своего брата. Но беспринципная ненависть к стражнику негативных чувств росла день ото дня. Однако, мало-помалу, Найтмар начал меняться. Ему стало страшно. Он начал думать, что все вокруг плохие, что все хотят ему навредить. Люди и монстры, которые сочувствовали ему, начали менять свое мнение и присоединялись к ненавистникам. Стражник негативных чувств начал избегать всех, даже своего собственного брата. Он загнал себя в угол между корнями дерева, чтобы чувствовать страх каждый день, не будучи в состоянии уйти от своей собственной депрессии. Слова Дрима не действовали. Ничего не могло сделать Найтмара счастливым. Он отдалял всех от себя и плакал каждый день. Дрим перестал играть с кем-либо. Он просто хотел остаться рядом с братом на мгновение, когда тот снова начнет улыбаться. Но ущерб был настолько велик, что больше этого никогда не произойдет. Наконец, уставший со страхом и уверенностью Найтмар решил показать всем, что он неплохой, что он может быть хорошим, что он может защитить золотые плоды так же, как и его младший брат. И этим он продемонстрирует, что он неплохой. Так ведь? Все пошло не так. Отрицательная энергия не должна касаться золотых яблок. Яблоки были испорчены, и дерево начало гнить, в то время как все плоды становились черными, как и отрицательные яблоки. Все было напрасно только потому, что он чувствовал страх и подавленность в своей крошечной душе. Если бы только у него был друг, если бы только он рассказал Дриму, что происходит, все боли, которые последуют за этим, можно было бы избежать. Небо потемнело, птицы перестали щебетать, зеленые листья дерева сморщились и опали, а его брено стало сухим и безжизненным. Черные яблоки были единственным, что выделялось на этом гнилом дереве. Дерево, которое было так полно жизни, умирало из-за всей негативной энергии, которая текла через него и поглощала дерево. Вся эта вселенная начала медленно терять какие-либо признаки положительных чувств. Найтмир был очень напуган. Он не хотел, чтобы это случилось. Он лишь хотел показать, что он может заботиться о золотых яблоках так же, как и Дрим. Он не знал, что делать. Он хотел спасти дерево, но его разум был пуст, в полной панике. Он причинил боль своей матери и тому, что должен был защищать. Найтмир чувствовал себя маленьким ребенком, который случайно сделал что-то плохое и хотел исправить это, но не знал как. Дрим, который ненадолго ушел, чтобы помочь некоторым жителям в беде, глядя на то, как темнеет небо, понял, что происходит что-то действительно плохое. Когда он добрался до дерева и увидел, что произошло, он почувствовал себя почти разбитым. По крайней мере, не все потеряно. Раньше он брал с собой золотое яблоко, чтобы помочь нуждающимся, неизлечимо больным. Может быть, он мог бы сделать что-то, чтобы исцелить дерево. Его положительные чувства не позволяли ему терять надежду. Однако, в отличие от Дрима, люди и монстры начали переполняться негативными чувствами, которые делали их такими яблоки. Они чувствовали, что дерево никогда не вернется. Что Найтмир уничтожил их дерево, которое должно было приносить им хорошие чувства. И что теперь они могут жить только грустно и печально, из-за ошибки старшего брата. Они начали группироваться, с намерением пойти против стражника негативных чувств. Они намеревались причинить ему боль, убить его, если это возможно. Дрим испугался. Он не мог позволить им причинить боль своему дорогому брату. Он пытался остановить людей и монстров. Но их было сотни, а он был только один. Но народ все ровно шел в сторону Найтмара. Они не хотели слушать младшего брата. Они толкнули Дрима и прошли по нему, не боясь растоптать стражника, который когда-то был их другом. Младший брат в конечном итоге был растоптан толпой, которые шли против Найтмара. Он знал, что его жизнь подошла к концу. И он действительно боялся, был ли он рожден только для того, чтобы страдать, чтобы все так закончилось. «Стань сильнее», – услышал он голос, который исходил не от дерева, а от черных яблок. Это был голос мужчины, очень непохожий на голос его матери. Голос снова сказал, «Если ты ничего не сделаешь, ты умрешь. Используй яблоки, будь сильнее их». Найтмар знал, что использовать черные яблоки было неправильно, что они были слишком сильны, даже для такого стражника чистого негатива, как он. Но страх умереть изо всех этих жителей, которые приближались к нему, был сильнее. Он откусил первое яблоко. После первого взял второй, потом третий. Толпа начинала останавливаться, как только увидели, что Найтмар меняется. Из его глаз, рта, носа и некоторых частей одежды торчали черные комки. Некоторые начали чувствовать отвращение, некоторые жалость, ведь образ был пугающим. Пока Найтмар ел все больше и больше яблок, его череп начинал трескаться, так как он не мог вместить всю эту концентрированную темную и негативную энергию. Чувства Найтмара начали меняться. Он не мог перестать есть эти яблоки, и его страх начал превращаться в ненависть. Бесконечную ненависть ко всем и всему. Ужасная боль пронзила его тело. Когда он съел последнее яблоко, он стал зависимым от той огромной силы, которая поглощала его сущность. Наконец, отрицательная энергия была настолько велика, что даже тело скелета не могло ее контролировать. Четыре щупальца чистой тьмы внезапно выросли из его спины, сломав несколько ребер и причинив ему ужасную боль. Крики отчаяния, исходящие от Найтмара, заставляло многих отступать назад, в то время, как он падал на землю и начал обливать той же черной субстанцией, которая выходила из каждой трещины, глаз, рта, носа, ребер. Дрим открыл глаза, все еще лежа на земле. Он боялся, что жители могли причинить боль его брату. Он сделал бы все, чтобы защитить его, но то, что он увидел, больше не было его братом. Это было очень сильно сконцентрированное зло. Это было ужасно. «Пожалуйста, не забывай, кем я был раньше!» Эти слова застряли в голове Дрима. Это было последнее, что он смог услышать от брата своим естественным голосом. То, что увидел стражник положительных чувств, это черное существо, которое имело форму его брата, который звучал негативную ауру, настолько большую, что любой, кто приблизился бы, почувствовал бы панику и боль. Что же это за штука такая? Где же Найтмар? Где же его брат? Почему слезы не прекращаются? Жители отошли от существа. От него дурно пахло, и это было действительно страшно. Многие люди и монстры начали сожалеть о том, что они сделали. Минуту назад там, где сейчас стоит эта недружелюбная вещь, было испуганное и милое существо. Но куда делся стражник? Внутри разума этой твари случилось происшествие. Найтмар плакал, в то время как вязкое существо окутывало его. Это был он сам? Найтмар принял то, что избавится от всей этой боли и позволит своей негативной части процветать. Тишина, которая вторглась в Дримтейл, была гробовой на пару секунд, пока звук не пронесся по воздуху на огромной скорости, ослепляя тела людей и монстров, находившихся поблизости. Эти щупальца на теле нового Найтмара действовали как большие мощные лезвия на невероятной скорости, оставляя лишь след боли и смерти. Жители в отчаянии бежали. «Помогите, дьявол!» Закричали. Ноги из них бросились в рассыпную, натыкаясь друг на друга. Позади него раздался крик. Существо повернулось к нему лицом. Он счастливо улыбнулся. «Почему ты плачешь?» Спросил он своего младшего брата. «Они получили по заслугам». «Нет, они могли поступить неправильно, но они не заслужили смерти!» Закричал немного испуганный стражник. Новый Найтмар начал безумно хохотать. Его смех был отвратителен, а голос отличался от того, что слышал, когда не был накрыт этой черной штукой. Дрим пришел к выводу, что весь негатив, сконцентрированный в черных яблоках разращенного брата, ушел в точку, откуда нет возврата. «Ложь, ложь! Все заслуживают боли, все тупые!» «Они сказали, что я плохой, так что я буду таким!» «Они пожалеют! Все пожалеют!» Продолжал он смеяться. Он будто сам с собой разговаривал. Он действительно казался сумасшедшим. Дрим огляделся вокруг. Те, кто пострадал от Найтмара, теперь мертвы. Он оставил много разбитых семей, сиротских детей. Где был его прекрасный мир, полный счастья? Где же дети, которые будут играть и ловить жуков, а девушки, собирающие цветы? Почему все исчезло? «Прошу, прошу, брат, скажи мне, что ты все еще там!» Схлипывал малыш, медленно приближаясь к черному сгустку, который когда-то был его лучшим товарищем. У него было золотое яблоко, которым он раньше помогал умирающему старцу. Может быть, яблоко должно было стать решением? Может быть, с его братом все вернется на круги своя? «Зачем ты это сделал? Вернись! Это все не имеет значения! Я прощаю тебя!» Надломленный голос Дрима привлек внимание разращенного существа, которое с улыбкой бросилось в атаку на своего собственного брата. Дрим лежал на полу. Его души лишь щупальца. Он чувствовал боль. Может быть, ему удастся убежать от него, прежде чем умрет. Но негативность Найтмара не давала ему выбраться из этой скорлупы. Если бы он покинул хотя бы на несколько секунд свое костлявое тело, аура Найтмара испортила бы его и заставила исчезнуть. «Больно же!» Пожаловался он, пиная ногами пол в попытке вырваться. Найтмар протянул ему руку и предложил обменять свою жизнь на последнее яблоко. Дрим знал, что произойдет, если тот получит последнее яблоко. Это будет конец всех положительных чувств. Для него не будет никакого смысла быть стражником. Никто никогда больше не сможет чувствовать себя счастливым во всех вселенных. Найтмар сильно душил младшего брата. Боль едва позволяла ему думать. Однако, в отчаянной попытке защитить последний оставшийся кусочек положительных чувств, малыш откусил яблоко. Многие вселенные рассчитывали на Дрима. В то время как жители других вселенных даже не знали, что в каком-то месте мультивселенной была крошечная борьба которая определит, будет ли их жизнь наполнена болью, печалью, страхом и негативом, или они будут продолжать жить как прежде. Золотая сила яблока начала внедряться в тело Дрима. Истинная форма малыша приняла эту силу, соединившись с его телом, как будто это была душа. Наличие души сейчас было огромным преимуществом, но и недостатком. Теперь он обладал огромной силой, которой у него не было раньше. Он мог чувствовать положительные эмоции каждого. Он слышал голоса, доносящиеся из соседних и из других вселенных. Это очень сбивало его с толку. Но даже это означало, что теперь, когда у него была душа, он мог умереть, не нуждаясь в том, чтобы его тело было захвачено негативом кошмара. Теперь он был смертным, но с огромной силой. Яблоко было в безопасности внутри него. Самым благоразумным поступком было бы, если Дрим убежал, чтобы защитить яблоко, а значит и положительные чувства всех вселенных. Но он этого не сделал. Голоса боли, которые он слышал рядом с собой, причиняли боль в его новой душе. Он не мог просто игнорировать крики боли, чтобы спасти себя от теперь злого брата. Дрим вызвал с помощью своей новой силы оружие, которое могло остановить Найтмара. Но поскольку в глубине души он действительно не хотел причинять боль своему брату, его оружие было скорее оборонительным и не таким опасным. Сила создала легкий посох из большого яблока. Найтмара видел все происходящее с полным отвращением. Новая аура от силы Дрима заставила весь негатив вокруг него измениться. И даже щупальца отдалились. Два брата были готовы противостоять друг другу за чувства всех вселенных. Один хочет просто принести несчастье, а другой сохранить равновесие чувств. К сожалению, обе стороны оказались в крайне невыгодном положении. Аура Найтмара по меньшей мере в 20 раз больше, чем у младшего брата. И было ясно, кто победит в этой битве. Не говоря уже о том, что малыш не был полностью убежден, что насилие что-то решит. Жители отступили назад и попытались спрятаться в домах, которые были далеко от дерева. Надеясь, что битва закончится, молясь, чтобы победителем стал маленький стражник. Но новые силы Дрима сбивали его с толку. Он чувствовал так много негативных и позитивных чувств, окружающих его, что это вызвало у него головокружение. Затем он услышал крик о помощи от одного человека. Темнота, которую Найтмар распространил по земле, начала нападать на всех людей самостоятельно. В тот момент, когда Дрим отвлекся, старший брат воспользовался преимуществом, чтобы напасть на него со спины. Он хотел, чтобы его не отвлекали, но когда Дрим заметил волну плохих чувств позади себя, было уже слишком поздно, ведь атака Найтмара была точной. Маленький стражник упал на землю, превратившись в каменную статую. Нападение Найтмара не было смертельным. Не потому, что он не хотел причинять вред своему брату, а просто потому, что не хотел повредить золотое яблоко. Он должен был вытащить из тела Дрима, прежде чем убить его, но теперь, когда он превратил его в камень, он не знал, как взять золотое яблоко. Ему пришлось всего лишь ждать. Дерево без яблок больше не имело смысла для теперь уже злого стражника, который, не размышляя долго, разрезал его пополам. Не обращая внимания на то, что этим он убил свою мать, которая породила его. Найтмар осудил Дрим Тейл, ведь единственный крошечный кусочек хороших чувств от мультивселенной был внутри каменной статуи маленького Дрима. Дрим. Хранитель положительных чувств. Добрый, отзывчивый. Всегда готовый помочь друзьям в беде. Носит желто-голубую форму, слегка более темными брюками и плащ с эмблемой Солнца, который закреплен на значке со звездой. Также он носит маленькую золотую корону и пояс с инициалами DS. Дрим ниже, чем оригинальный Санс. Его зрачки светятся золотым цветом. Внутри него находится последнее золотое яблоко, которое отвечает за распространение положительных эмоций. Из оружия у него есть трость с наконечником в виде звезды, которую он может превращать в лук со стрелами положительных эмоций. Он может слышать голоса из разных вселенных, например, мольбы о помощи. В целом, вся его сила завязана на положительных эмоциях. Дрим может путешествовать между вселенными благодаря им. Если они отсутствуют в определенной вселенной, то он не может туда телепортироваться. Еще до событий первого сезона Underverse, Дрим помогал Инку в трудную минуту и даже спас его однажды. Также у Дрима есть вторая форма. Она золотисто-черного цвета и более пафосная. Плащ, который отдал ему Найтмар в прошлом, он переделал в тонкую накидку. Найтмар, брат Дрима. Ранее был стражником Древа Чувств вместе с Дримом. Носил темную фиолетовую одежду и золотую корону с вырезом формы месяца в центре. Также у него был пояс с инициалами NM. Из-за того, что он съел яблоки из дерева, он превратился в сгусток черной жижи в форме санса. У него остался открыт один левый глаз, поэтому у него есть слепая зона. У Найтмара есть щупальца, которыми он может хватать, разрезать или создавать защиту. Из-за своей консистенции он может расплыться в лужу или приобрести другую форму. Найтмар силен еще и в духовном плане. Он может заставлять людей или монстров чувствовать печаль, отчаяние или страх. Физическая атака против него практически бесполезна. Сильное влияние на него оказывает магия позитивных эмоций. Найтмар также может путешествовать между вселенными, но при наличии негативных чувств. Вот такая вот богатая история у DreamTale. Я надеюсь вам понравилось, поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал и... Ждите других видео про санцев. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok